Начинается программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. В этой студии сегодня мы будем беседовать с Николаем Пихтиным, общественником. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю, что на сайте kervo.ru есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли вопрос задать гостю особого мнения. Так или иначе, все сегодняшние темы в рамках особого будут касаться городских дел, в том числе дорог. С дорог предлагаю начать. Буквально несколько минут назад мы в дневном развороте говорили на эту тему и спрашивали наших слушателей на предмет того, верят ли они в то, что такое открытое высказывание возмущения о состоянии дорог может улучшить ситуацию. Еще раз загляну, в частности, на нашу страницу ВКонтакте. Вы знаете, 55% верят в то, что старания активистов не пройдут зря. На мой взгляд. Я тоже считаю, что какая-то реакция будет, какое-то улучшение будет. Но насколько это будет длительным и насколько эффективным, посмотрим, то время только покажет. То есть, на мой взгляд, возможно, как-то вспышка. Да, вспышка. Житковременная. А затем все может скатиться. Верно подмечено, да. Потому что у нас уже были такие акции, когда по всей области, даже по городу, дороги делали, ремонтировали и все. Но сегодня, в этом году мы видим, что на самом деле творится. Я имею в виду, в первую очередь, этот сход, который прошел у нас неделю назад. Накануне был рейд устроен теми же активистами по кировским дорогам. Фотографии, которые будут разосланы во всевозможные инстанции. Но власти тоже недавно обсуждали на базе общественной палаты эти вопросы. В том числе и выкладка по суммам там была представлена. Денег нет. Ну, это всех за, как говорят, что денег нет. Я вот сколько помню себя здесь, в Кирове, когда постоянно денег нет. Это такая, если так можно сказать, отмаза такая своеобразная. Ну, вы читали, да, итоги круглого стола? Да, я читал в курсе. Дело в том, что я уже не раз говорил, когда звучит фраза «денег нет», то надо, чтобы этот чиновник, который ее произнес, чтобы он доказал, что денег нет, а не просто произнес. Это не факт, что там денег нет. И в конце концов, за отсутствие денег надо спрашивать депутатов. Почему они в бюджет не заложили, как они планировали, и так далее, из городских и областных. А бюджеты уже приняты, как известно, в конце года они распринимаются. Конечно, конечно. Ну, вот пообещали нам, возможно, дополнительное финансирование, которое будет выделено из федерального центра. Ну, подлатать, может быть, и хватит денег, я так кажется. Но это все кратковременно. Ну, следующее, ясно, посмотрим на результаты. У вас есть позиция, да, ведь я знаю, как это на поводу ужесточать нужно наказание для тех, кто, собственно, ремонтирует и строит эти дороги. Да, дело в том, что, вот я уже говорил о том, что где-то в 70-е, в начале 70-х годов я здесь переживу, и каждый год так. Уже власть сменилась, губернаторы менялись, мэры менялись, депутаты менялись, а состояние дорог постоянно... То есть дело не в конкретных людях? Дело не в... Если сменить от одного на другого, то... Дело, как говорят, это в консерватории, то есть надо смотреть, менять технологии, новые подходы, настоящую конкуренцию создавать, а не мнимую товарищу. Конкуренцию вы имеете в виду между теми организациями, которые способны... Да, да, которые способны, да. Также я уверен, что нужно ужесточать спрос, до разы увеличивать штрафы за гарантийные обязательства, за несение гарантийных обязательств, тогда будет какой-то результат. Если этого не будет сделано, то это опять лотание будет на время, от весны до весны. То есть подрядчик должен понимать, что если то, что он сделал, испортится раньше положенного срока, он принесет очень серьезную материальную ответственность за эти вещи? Да, я считаю, может, это я перегибаю, может, что в размерах объема его штрафовать, но какие-то очень существенные штрафы должны быть. И контроль должен быть за этим. То есть кто-то должен поездить, постоянно контролировать, в каком состоянии дорогой находится. Общественные контролеры? Нет, общественные это общественные, это само собой, а должны быть и местные, муниципальные контролеры обязательно. То есть чиновники? Да, конечно. Для которых работают? Для этого я могу сказать, опыт западных стран есть, где есть такие люди, специально выделенные, независимые, которые ездят и все объективно делают. И причем у них стимул такой, что если он не выявит яму, а потом эту яму выявит общественник, то контролеры уже жестко накажут. Невыгодно ему так себя вести? Конечно. Ну и все-таки по активности, по оценкам некоторых людей, все-таки активность невысокая, народность, там более 400 человек пришло. Вы там были. Да, активность невысокая, но здесь может быть информационно что-то не сработало. Во-вторых, очень многие люди не верят, и поэтому не приезжают. И таких немало, кстати, кто не верит просто. Ну это что, все, руки опустили? Ну да. Верите ли не верите? Да, ну люди проехали, машина на ямах тряханула по-хорошему, они так про себя и вслух поматерились, и все, и дальше поехали. Ну давайте пройдемся по нескольким пунктам той резолюции, принятой по итогам схода народного закачественной дороги. Выделить дополнительные средства из регионального и федерального бюджета на ремонт дорог в городе. Возможно? Ну здесь с формулировкой немножко не согласен, не выделить, а добиваться выделения как-то, то есть это надо бить во все колокола, ехать там в бенфин или еще куда-то, я не знаю, и разговоры и вести, чтобы деньги их поступали. То есть из федерального центра имеется в виду? Заказы на ремонт дорог, объем которых превышает их собственные мощности более чем на 20%. Но речь идет о том, что организация берется за большой кусок, что называется, а съесть него не может. Здесь я соглашусь, почему? Потому что историю о таких предприятиях, конечно, надо смотреть. Насколько качественно они сделали, есть ли у них репутация, смогут ли они гарантливные обязательства выполнить. Это, безусловно, не выгодимо. Далее интересно тоже в плане общественного контроля на сайте администрации предусмотреть раздел для контроля за ремонтом дорог, на котором будут указываться все конкурсы, проводимые в этой сфере. Это верно, почему? Почему на сайте администрации? Для того, чтобы... Сайт отдельный создать, не знаю. Нет, отдельную страничку на их сайте создать, где как бы вот это все аккумулировать, потому что на самом деле, чтобы все отсмотреть, вот дорожные дела, это надо очень много разделов пройти, подразделов и так далее, и так далее, и долго копаться. Мне почему-то кажется, что это будет интересно далеко не многим. Ну, активистам будет интересно. Чтобы сидеть, смотреть. Нет, активистам будет интересно, СМИ будет интересно, какие конкурсы предполагаются, кто выиграл, кто проиграл, кто-то, ну, так далее, будет интересно. Вы тоже предложили? Они сейчас это делают, но, я говорю, очень много идет всяких вот этих конкурсов, и вылавливать, выискивать, это довольно проблемно. Ну, не специалисту трудно разобраться. Согласен, но дальше, если общественники требуют, и говорим об открытости власти, то это вот элемент открытости власти. Интересный пункт тоже про видеонаблюдение. Оборудовать всю технику, которая занимается ремонтом дорог видеокамерами, и что, видимо, в открытый доступ, видимо, да? Эти данные. Да, они это имели в виду, вот это вот вряд ли будет пользоваться спросом, лишние затраты какие-то будут, потом эти камеры, все наблюдения, это же ляжет на подрядчика все, на его расходы. То есть, соответственно, удорожание произойдет? Да, эффекта не будет, конечно, нет. Ну, и вот раз в три месяца подрядчик совместно с заказчиком должен объезжать дороги, у которых имеется гарантия. Ну, вот мы с вами говорили только что по поводу каких-то контролеров муниципальных именно. Вот как раз вот из этого же и открытый сайт, и все прочее. Вот какая-то структура какая-то контролирующая, она должна быть создана отдельно, ввиду вот этого чрезвычайного ситуации с дорогами. Наверное, уже пора пришла, и вот мы будем это все сделать. Ну, а отмену транспортного налога? Ну, это вряд ли отменяется. То, о чем говорилось на разных уровнях, и множество было законопроектов, и у нас в областном парламенте на уровне Госдумы. Ну, это один из вариантов отмена. Другой вариант есть перераспределение евро, то есть это транспортного налога, и более эффективно расходовать, и более правильно его распределять. Каким образом его еще можно распределять? Его же можно только на дороге и тратить. Ну, смотря на какую дорогу. Допустим, с вас взяли транспортный налог, а где-то там в какой-то деревушке сделали дорогу. Они в Кирове. Несправедливо. Ну, как бы да. Выпоминает систему капитального ремонта, да? Да, поэтому, опять же, опять же, здесь должна быть прозрачность полная. Куда деньги ушли, откуда поступили, от кого поступили, куда ушли, как использовали, и так далее. Ну, как известно, все эти предложения, а всего их, кстати, 15, размещены на сайте Вместе Киров. Вот буквально вчера вечером я смотрел 506 голосов уже, а сегодня уже 564 на данный момент. Ну, я пока ехал, было 563. Да, да. «Делай дороги» называется эта инициатива. 15 антикризисных пунктов. Для хороших дорог, как известно, надо собрать 5000 голосов. Вот я помню, вы скептически относились к этому порталу. Я и сейчас в Кирове. Вместе Кирове. Я и сейчас в Кирове. Не поменяли свое мнение? Нет, я не поменял. Ну, вот говорили о том, что на сход мало людей пришло. Вот результат голосования, 564 человека за неделю почти. Да, вот это хорошо. Ну, там проблемы есть с голосованием, там не совсем все понятно. Это я уже говорил. Но есть зал, я бы говорил, Наталья Прома, о том, что регистрации что-то не получается. Понимаете, есть очень много людей, которые в интернете, на таких ресурсах не очень ориентируются, не часто бывают. И нет, допустим, на этом сайте нет прямого указания, что для того, чтобы проголосовать, нужно сделать то, то, то. Вот элементарная заметочка, ее нет. И когда человек заходит, он не понимает, как проголосовать. Грамотный, он догадается, что надо авторизоваться и проголосовать. А неграмотный, просто не поймет и уйдет. Он потыкается. Но система не позволит, да, без регистрации. Регистрация нужна, конечно же, здесь на Курток не было, и более объективно было, но такая подсказка должна существовать. Но активисты и инициаторы идеи все-таки намерены добиваться того, чтобы планка в пять тысяч была достигнута. Но дело в том, что Быков говорил о том, что пятьсот, и они будут рассматривать. Уже за пятьсот зашкалил, так что нужно рассмотреть. А там очень интересно, вы заметили, где-то есть количество голосов и пятьсот надо набрать, А где-то количество голосов и пять тысяч. Мне почему-то показалось, что раз уж эта инициатива касается всего региона, А не областного центра только лишь, то пять тысяч надо. Похоже так, да. Ну тоже не совсем как-то. Хотя мне кажется, ввиду вот этой же опять повторюсь чрезвычайной ситуации с дорогами, Администрация города могла бы засчитать пятьсот и рассматривать. Ничего ей не мешает. И вопрос не такой уж принципиальный. Ну и все-таки, есть надежда на то, что сайт как-то этот встрепенется, что ли, будет работать? Ну пока нет конкретных, конечно, примеров. Честно говоря, пока нет надежды. Пока нет. Да, и вот еще по поводу инициатив, которые размещены на данном сайте, в том числе, тоже две темы, которые активно обсуждаются в последнее время. Это так называемый проект «Вятский променад», который предполагает установку колеса обозрения еще одного на театральной площади. Я помню, у вас пост был на сей счет. Вы движухой, да, это назвали? Да. Движуха какая-то началась. Напомню, что проект «Вятский променад» — это такой целый туристический маршрут, как раз в театральной площади, он должен будет начинаться затем по улице Спасской, Вечный огонь и конечная точка, если не ошибаюсь, в памятниках Грину. Вот как вам такой проект? Нет, сам по себе этот проект, движуха — это хорошее дело. Конечно, оживлять город и добавлять что-то новое, какие-то конструкции, скульптуру и так далее. Вот такие маршруты составлять. Я бы сам с удовольствием по этому маршруту проехался и посмотрел. Но насчет колеса обозрения, здесь вопрос, понимаете, вот как мне специалисты сказали, они говорят, что вопрос профессионалов. Они говорят, даже как бы рассматривать их говорить-то не о чем. Потому что есть нормы, которые нарушены в том проекте по полной программе. Это значит, 50 метров не ближе, не должно быть никаких сооружений. А здесь они явно налицо. Потом там, я вот сейчас точно не скажу, но там есть, на каждое посадочное место должно быть площадь не менее 500 квадратных метров обеспечивая. Это система... Посадочное место? Одно посадочное место и площадь под это посадочное место должно быть 500 квадратных метров. То есть это техника безопасности и все прочее. Так что, как специалисты говорят, там вот они нарушения, и поэтому даже рассматривать нечего. И профессионалов должны просто это не принять. Ну, то есть вы согласны с Дмитрием Махневым, да, по большому счету, который на этом же сайте вместе Киров разместил инициативу не ставить это колесо на театральной площади, так как оно будет портить панораму, ну и, собственно, будут нарушены требования, в том числе, по высотности размещаемые. Панораму я бы не сказал, может быть, как фишка, но и буду осмотреться. Но потом для людей, вот, я как представил, я сейчас ушел, пригляделся, ну, я чуть не больше половины подъема и спуска буду смотреть на крышу и на здание домов. Как-то... А ведь дата 12 июня приближается. Это, знаете, такая есть, когда вы в магазин приходите, платите там 30 рублей за буханку хлеба, а вам дают половинку. Примерно то же самое. А дата-то, между тем, приближается ведь 12 июня, день города, когда нам пообещали установить это колесо обозрения. Сомневаетесь, что именно к этому вредим? Очень серьезная работа, и я что-то так... Но, кстати, эта инициатива уже набрала, по-моему, пару сотен голосов по поводу не устанавливать колесо на театральной площади, и там же на сайте есть еще инициатива провести публичное слушание. По колесу? Да, устанавливать его или не устанавливать. Потому что одна из основных-то претензий – это почему народ-то не спросили, почему вышло постановление администрации, где говорится о том, что появление этого объекта в этом году предусмотрено. Надо было спрашивать? Здесь, мне кажется, может быть, не стоило спрашивать. Потому что мнения, ну, я уже вижу, как сейчас обсуждение идет, они разделятся, причем очень, ну, по многих вариантам. Начиная от того, что я его вообще не устанавливаю, что его установить здесь, во второе, что установить в Александровском парке, еще где-то. Здесь мы, ну, несколько лет будем просто разговоры вести и все. – А вы, кстати, участвовали в том самом же голосовании? Суть времени проводила по поводу места установки? – Нет. – Когда вы сами участвовали? – Я видел, но или участвовал, я сейчас не понимаю. – Там около 70% за то, чтобы Александровский сад. – Ну, Александровский сад, да, более интересно, хотя там тоже есть вопросы возникают. Просто представьте себя, вы сели в эту кабинку, поднимаетесь, что вы будете смотреть? Вы увидите парк, сад, ну, речку увидите, и все. – А вы, кстати, вспомните времена… – А по мне вот есть место лучшее, где Хвату было. Очень высокая точка в Кире. Я там бывал в домах во многоэтажках, почти на последних этажах Кира, как на ладуне весь. – Интересное место. Вы, кстати, вспомните времена, когда корыцо обозрения в Заречном парке было? – Да, я помню, но я катал, поднимался в нем, да. – Насколько было востребовано? – Востребовано было, лучше, чем сейчас в парке Кирова. – Ну, да. – В парке Кирова тоже… – Люди специально приходили… – Да, да, да. – В парке Кирова она сейчас тоже неудачно стоит, деревьями закрыты. – Кстати, в эти дни, там, по-моему, уже расконсервация происходит аттракционов именно в парке Кирова, да. Так что скоро заработают, и все-таки, Николай Анатольевич, по поводу… – Не надо спрашивать, да, людей где ставить, дабы… – В данном случае… – Дискуссию такую широкую… – Да, в данном случае вот этот проект «Променад» сделали, они там специалисты работали, архитекторы, художники, городостроители и так далее. – Наверное, пусть предложат. Единственное, что здесь информационная работа у них, мне кажется, слава проведена. – То есть, награжданам-то разъяснить, полностью весь проект показать, что где еще запланировано, какие сроки, на какие деньги, кстати, вопрос. – А ведь широко-то еще не освещалось, не говорилось. – Только на уровне слухов. – Пока мы как-то гадали. – Ну, кстати, надо сказать, что мы делали попытку пригласить к нам в эфир человека, который, так понимаю, разрабатывал весь этот проект, но пока попытка этим успехом не увенчалась. – Ну, а то, что театралка, ее, конечно, оживлять надо, потому что она у нас, ну, практически на 90% не работает, пустая стоит, надо оживлять. – А что там может быть? Там же митинги запретили? Запретили митинги проводить на театральной площади? – Да. – Ну, митинги они тоже очень редко бывают. Ну, что-то ярмарочное сделать, что-то еще, ну, оживлять что-то нет. – Ярмарки выходного дня там проходят. – Ну, можно. – Кстати, много и противников. – Ну, естественно. – Торговой деятельности на главной площади города? – Ну, я, например, противник в формате работы их. Это не ярмарка. Это, на самом деле, выездная торговля. То есть, я не могу там прийти и поторговаться. Ярмарка предусматриваю, что я могу поторговаться. Здесь все пофиксированы на ценах продаются. Это выездная торговля. – А вы видели, кстати, этот проект 3D-видео, вот этого колеса? – Да, видел. – Ну, и как вам? Я, честно говоря, сначала не въехал. Что это за местность-то такая? Ну, потом уже понятно подчеркали. – Нет, дело в том, что я въехал сразу. Почему? Потому что вот здесь через дорогу Преображенский дом высотный есть. И я однажды поднялся на крышу и с крыши там сфотографировал, смотрел. То есть, я вспомнил это, я представил, что… Хотя я так вижу, что это колесо будет ниже этой крыши. – Кстати, напомню, Николай Пехтин, да, по поводу фото. Все фото выкладываются на сайте, а если погуглите, найдете без труда. Остается у нас немного времени до перерыва. Все-таки хочется перейти к теме весенней уборки областного центра, улиц областного центра. Потому что как раз таки сегодня, в понедельник, 11 апреля эта уборка стартует. Для вас грязь, тема больная. Как в этом году оценили ситуацию? Весной 2016-го. – Без улучшений. – Без улучшений. В общем, как и с дорогами. – Да, и с дорогами. И граждане сами, конечно, нам мусорили очень много. Очень много нам мусорили. Я всегда говорил о том, что мусор граждане за собой не грех его брать. А остальная ситуация, весь песок на дорогах, грязнущие, газоны и так далее, это все надо, конечно, придирать. – Здесь-то чего не хватает? Чтоб ситуация улучшалась? – Культура? – Все от нас зависит, от простых жителей? – Нет, не только. Культуры и очень интенсивная, нормальная, так сказать, есть полноценная работа дворников и других структур, которые дороговыми устройствами занимаются. – Ну, вот как раз сегодня я заметил, как просто-напросто лопатами рабочие с тротуаров, с проезжей части сгребают снег, простите… – Грязь. – Песок, грязь, которые накопились. Ну, да, действительно, картина, которая повторяется с года в год. – Я понял, у Вас ключевое слово прошло – накопились. А они раньше-то где были? Они все зимы должны были этим заниматься. Они не занимались, вот, накапливается все это. – На субботник пойдете? – Да, конечно, у Вас по дворе дома обязательно всегда хожу. – Обязательно и в этом году? – Да. – По поводу, да, весеннего состояния еще. Активность, вот граждан, может, тоже в этом направлении прилагать, не знаю, народные сходы, рейды? – Активность граждан здесь надо прилагать в том ключе, чтобы заставлять город-администрацию прибирать город. Организовать работу по приборке города. Вот это надо делать. А не граждан выходить и прибирать за тех, которые обязаны это делать. – Нет, я имею в виду митинговать. Вот как за качественные дороги, а давайте за чистый город. – Ну, я согласен. – Согласен. – Согласен. – Я скажу. – Согласен. – Я скажу. – Из организаторов я организатором вряд ли буду, а сходить схожу. – А потом резолюцию принимать в конце концов. – Да, ну, я говорю, здесь только город заставляет работать. Так и полагается. – По поводу таких коммунальных итогов еще зимы хочется упомянуть, на Ваш взгляд, ну, я имею в виду те трагедии, несчастные случаи, которые у нас в прошлой зиме проходили, да, с наледью, с крышами, с сольдом в этом году получше? – В этом году, да, получше. – Вот пример, ответственность завозмущалась активно очень, и уже администрация совершенно по-другому работала. – Ведь чиновники разных уровней постоянно предупреждали о том, что серьезная ответственность грозит. – Ну, то есть они смогли все же эту работу как-то наладить и как-то организовать, и обратить внимание на нее. И результаты имеем. – В общем, не надо молчать. – Конечно. – Надо высказывать. – Обязательно. – Обязательно. – Обязательно. – Я напоминаю, что это особое мнение Николая Николай Пихтин, общественник. И давайте сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим через полторы минуты. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин, гость студии. Николай Пихтин – общественник. Собственно, его это особое мнение, мы тут в перерыве продолжаем критиковать внешний вид, внешний облик нашего города этой весной. И приходим к уводу в очередной раз, что, эх, братцы, что-то ничего не меняется, да? – Не меняется. – Жалко. Вот какая тема беспокоит жителей Вахруши, в том числе это строительство полигона твердых бытовых отходов. Вы слышали, уже читали, безусловно, да? И там немалое количество, несколько сот уже подписей собрано за то, чтобы не строить этот объект. Понятно опасения людей, боятся они, что и вода загрязнится, грунтовые воды и территории, и воздух, и свалка будет гореть и так далее и тому подобное. На прошлой неделе мы с министром охраны окружающей среды, Андреем Чемоданом, говорили в нашем эфире. Вывод, собственно, ну ничего не поделаешь. Полигон Кирову необходим. Полигон в кости, но он уже исчерпал себя. И в конце 2016 года его надо уже все рекультивировать, в общем, в этом направлении дальше работать. Было, по словам Андрея Николаевича, несколько участков, где этот полигон разместить в Слободском районе. Эта местность, она наиболее соответствует всем предъявляемым нормативам. А там нормативов действительно очень много. Очень много, да, определенное расстояние до водных объектов и так далее, до домов и так далее и тому подобное. Вот строить, не строить, это безвыходная ситуация. Вы знаете, у меня неоднозначное мнение, вроде бы и надо строить. А с другой стороны, вот если вспомнить историю, то как бы, ну вот, если взять период, вот современная Россия, да, я помню в Кирове еще с прошлых губернаторов были разговоры, причем ни одного, о том, что вот-вот придет инвестор какой-то построит мусороперерабатывающий завод. Было таких проектов, ну, если не соврать, то 5-6 вариантов было. Прижукали люди, готовы были инвестировать, все, но все срывалось. Почему, я не знаю. До чего-то. Мне кажется, все же… А так и говорили, что все тут сорвалось, или просто сначала заявляли, а потом… Нет, заявляли, а потом замолкали. Потом замолкали, но результаты нет, ни один завод построен. Мне кажется, все же полигон, да, необходим на настоящее время, потому что деваться не было, строить, но параллельно прорабатывать вопрос, еще же решать вопрос о том, чтобы серьезное производство по утилизации мусора делать. Чтобы было предприятие. Переработкой предприятия, да, да. Чтобы инвестор искать, предоставлять ему льготы какие-то и так далее, запускать его. Естественно, что инвесторы, опять же, как с дорогами перепроверять, надо тщательно, репутация, там и все проще, потому что есть авантюристы. Но Вы же прекрасно понимаете, что настоящее перерабатывающий завод удовольствия – это вой как… не дешевые. Нет, ну, примеры есть… Не дешевые, но… если инвесторы нормальные условия создать и гарантии на долгие годы дать, то нормальные инвесторы найдутся. Я почему-то уверен в этом. А может быть жителям Слободского района, ну, не знаю, что-то взамен, что-то еще предоставить? Ну, вряд ли что-то здесь… С такой проблемой столкнулись, что прямо рядом с их… Домами. Ну, там не совсем рядом… Ну, не совсем рядом, несколько километров, но все-таки… Ну, вряд ли что-то здесь предложат, но гарантии не больше переносить. А полигон, действительно, Вы правильно сказали, что там, чтобы его построить, там очень жесткий и много требований. И здесь я считаю, что если будут строить его, то и требования будут соблюдены. Наверное, одно и… Потом там транспортная составляющая уменьшится, и как бы должно уменьшиться, и стоимость вылаза мусора. Это в случае постройки завода. Да. Нет, и завода, и вот здесь, в Слободском районе, расстояние гораздо меньше. Тут еще, знаете, возмущает то, что все-таки решение проблемы временное. Потому что сроки работы этого ТБО, по словам того же министра Чемоданова, восемь лет. То есть восемь лет, и мы снова будем спорить, возмущаться… Нет. Ну, насчет восьми лет я сомневаюсь, потому что… Нет, это действительно его данные. Ну, я все-то сомневаюсь. Почему? Потому что, который сейчас полигон стоит, наверное, такой же срок, но он стоит, я сколько помню, там уже лет 30-40. Мы имеем ввиду Костякова. Да, Костякова, да, имеем ввиду. Нет, я и говорю, перерабатывающий современный завод делает. Для этого стимула на инвесторов задавать, и инвесторы будут появляться. Кто должен сказать? Региональная власть? И… И региональные, да. Региональные. Поисками инвесторов. Да, конечно. Конечно. Задачи региональные поиски. Хорошо, давайте дальше продолжать. Много тем… Набралось все-таки давно с вами наобщались в эфире. Много тем, возможно, уже какие-то не слишком свежие. Ну, в основном свежие. Сегодня, как раз таки, 11 апреля, секретарь общественной палаты Кировской области Дмитрий Курдюмов должен встретиться, и что-то мне подсказывает, что уже встретился, простите, если ошибаюсь, встретиться со спикером УЗС Алексеем Ивониным. Речь идет о наделении общественной палаты правом законодательной инициативы. Алексей Максимович об этом говорил еще осенью, собственно, на гражданском форуме. Вот тема разрабатывается. Как ранее говорил секретарь ОПКО Дмитрий Курдюмов, вопрос этот может быть решен уже летом. Вот, вы знаете, массу мнений слышал на сей счет. Категорически разнятся. Зачастую кто-то не понимает, зачем общественной палате законодательной инициативы. Там 12 представителей сидят от депутатов, да, и, соответственно, что им мешает выйти непосредственно на депутатов. Другие поддерживают, да, вот гражданская активность у нас тем самым поднимется какой-то свет в конце тоннеля, появится, что, ох, ты, общественника, есть законодательная инициатива. Вы с какой стороны больше склонны оценивать? Я эту функцию общественной палаты не поддерживаю. Я напомню, что Николай Анатольевич член общественной палаты второго и первого. Нет, второго. Второго, да. Полномочия, которые закончились в октябре прошлого года. Когда сразу предложили эту инициативу, я был категорически против, потому что, во-первых, там технологически… А на этом втором стадии еще обсуждалось? Да, да, да. Технологически абсолютно непонятно, потому что подготовка законопроектов – довольно сложная и серьезная работа. Кто и как будет делать – непонятно. Дальше, на сегодня без этой инициативы у общественной палаты практически все механизмы есть для того, чтобы какие-то законодательные вещи через депутатов проводить. Дальше, если это законодательная инициатива будет у общественной палаты, то, когда палата вынесет эту инициативу, она все равно уйдет в комитеты АЗС. И все равно будет депутат рассматривать. И сейчас это самое можно проделать абсолютно без какого-то напряжения и так далее. Я какой довод за эту инициативу слышал? Ведь практика, когда на комитет АЗС приглашаются члены общественной палаты для обсуждения законопроектов, она существует. Да, конечно. Вы тоже принимаете, да, открыты, да. И Вонин приходил в общественную палату, приглашал. Так, взаимосвязь-то есть. Я слышал вот о чем, что на этих совместных обсуждениях депутаты могут запросто, ну, что называется, отмахнуться. Так они и при инициативе могут отмахнуться. А говорят, что раз инициатива будет… С чего? С чего? То есть, действительно, не смогут они тогда уже игнорировать. С чего это? Точно так же. Депутаты выступят против этой инициативы, и все. И она не пройдет. И я даже поездку не включил. А если не включат, то на пленарке еще не интересно, как мы голосуем за нее. Ну, там интересная схема планируется. Право за инициативу может получить не отдельный член ОПКО, а совет, да, палаты. То есть, уже такая консолидированная какая-то позиция. Не, кстати, вот этот элемент как раз для меня был непонятен. Вот если я, допустим, в том созыве приняли, и я, как член общественной палаты вдруг решил какую-то инициативу сделать, и подготовил все документы, и выношу, то у меня появляется шанс, что просто совет может его забанить, не пустить дальше. И все. Тогда зачем я это все делаю? Ну, давайте пофантазируем. И совет ведь это коллегиальный орган. А кто отвечать так будет? Персональный. Да, на основе нет ответственности. Давайте пофантазируем. Вот получит наша общественная палата право за инициативу. Вам хотелось бы, чтобы с какой инициативы начала наша палата эту деятельность? Нет, не с какой. Пусть будет, пусть будет. Какой законопроект? Пусть будет и тянется так, что есть, есть, но ходят гордятся, что вот есть. Ну, враг и Бог. Хорошо. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Если не кончится, это же бесконечный процесс. Нет. Даже если это будет право, то здесь чего-то революционного, такого для общества, я имею в виду, ну, я не вижу. Потому что на сегодня есть все механизмы для того, чтобы взбудировать тему, что депутат начали, значит, законодатель инициативы, какой-то депутат или группа депутатов выступили и это отнесли как закон. На сегодня все это есть. Хорошо. Следуем дальше. Тоже вещи довольно интересные. 30 апреля, как известно, у нас в регионе стартует очередной туристический сезон. Официально он во второй раз в этом году туристическим сезоном называется. Ну, кстати, очень странно. Почему? Ну, как бы, круглогазично должно быть. И что значит стартанул? Это все, сейчас могут туристы приехать, а до этого нельзя было бы приехать. Как-то вот, ну, непонятно. Приехал зимой, вроде бы. А сказали, не сезон. Езжай обратно. Езжай обратно. Ну, ладно, я про одну из тоже нашумевших инициатив хочу поинтересоваться вашим мнением. Это предложение клубам маркетологов Кировской области о том, чтобы туристов, вот в частности, в Советск, один из крупных городов нашего региона, заманивать с помощью украшений в стиле кукарского кружева неких объектов, да, в Советске. Не только дома, но там, вывески. И, в общем... В нашем стиле все идет. Да, как говорит руководитель клуба Алексей Обжарин, то есть там, полет фантазии может быть безграничным. Что только не украшает в этом стиле. Как вам такой ход? Видели, да, Витя, опубликованные фотографии клуба маркетолога? Да, видел. И с Обжарином общались мы в соцсетях. Они это, как бы, их предложение и проработка этого предложения, это они берут на свой счет, они сами что за свой счет делают, там, на энтузиазме, на своем, там, на своих ресурсах каких-то. Брали бога, хорошее предложение, своеобразное такое, бренд-бук, что ли, города. А почему бы нет? Мне кажется, вообще на каждом городе такие вещи делают. Кстати, примеры-то есть ведь в стране. Конечно, чтобы город сильно были, отличался от других по оформлению, там, по вывескам домов, там, и так далее. Почему бы нет? Конечно, это можно... Вопрос только, как это будет реализовано и кто это будет делать? По словам руководителя клуба маркетологов Алексея Обжарина, все-таки это муниципалитет. Муниципалитет. Вот это беспокоит просто. Мы знаем, что муниципалитет с деньгами там... Очень плохо, мягко говоря. Да, а тут еще вот... Нет, ну, естественно, деньги бизнеса, когда, например, магазин, да, и как-то... Не, понимаете, чтобы бизнес начал этим делом заниматься, для этого ему нужно стимул. Как есть стимул, а это уже областная власть. Вот областная власть задаст стимул соответствующие гарантии, то бизнес пойдет и будет делать все. А не задаст, ну, так и будет тянуться все это. Ну, точных сроков, надо сказать, клуб маркетологов пока не обозначил, по поводу вот этих экскурсий организации в том числе. Ну, это правильно. Там вопрос, ну, такой простой, на самом деле, очень сложный. Многогранный. Еще одна тема, по поводу которой у нас был масса высказываний тоже в эфире и передачи посвящали и гости особого мнения в том числе высказывались. Я имею в виду законопроект, который в марте наше ЗАГСобрание отклонило, законопроект, запрещающий розничную торговлю спиртным в заведениях общепита с 11 вечера до 10 часов утра, в заведениях общепита, которые расположены в жилых домах. Вот депутат, лице-спикер, которая его носила, Марина Сазонтова, она, да, недавно в нашем эфире сказала, что, несмотря на то, что отклонен законопроект, все-таки будет продолжаться работа в этом направлении. Запрещать, не запрещать. Но пока-то не запретили. Я всегда говорил, что я противник всех запретов. Такие запреты породят побочные какие-то эффекты. В частности, по-левому начнут продавать, тихоря начнут продавать. А там и суррогаты пойдут. То есть автоматически мы увеличим нелегально, да? Да, мы нелегально. Оборудование это однозначно увеличится. Или не алкоголи, в общем-то. Поэтому нет, запреты это совершенно не то. Кстати, полномоченные по защите прав предпринимателей в нашем регионе Андрей Вавилов, опять же, в нашем эфире заявил о том, что, в частности, будет добиваться отмены других ограничений по части алкоголя. Например, продажа его не с десяти утра, а с восьми часов утра. Как это зафиксировано в федеральном законодательстве? Я считаю, это правильно. Не надо здесь запретать велосипеды. Есть спрос, есть предложение. Если его официально запретили, он будет неофициально. Вот и всё. Оно же сейчас реально есть. И через сети продают любое время, когда хочешь и что хочешь. У меня ещё два культурных вопроса остаётся буквально пару минут. Я думаю, успеете высказаться. Ну, во-первых, это памятник труженикам тыла в нашем городе, который появится. Как известно, скульптор уже определён, который… Да, Мария Галас. Да, из Ростова-на-Дону. Я нашёл её в соцсетях. Очень интересно работает. Да. Из Ростова-на-Дону. Молодая. Ну, видели, наверное, эти многочисленные комментарии в интернете. Чего, Малапец, нам это не посоветовались? А это… Опять экспертная комиссия. Из чиновников выбирала. Нет, не совсем из чиновников. Я специально, кстати, нашёл вот эту комиссию. Ну, там уважаемые, нормальные люди есть. И союз архитекторов России, Российское военно-историческое общество. Баринов Александр Сергеевич, Российское военно-историческое общество. Борцов Киров, вот проект. Бушкова, союз художников России и так далее. Горбачёв, союз художников России. Там авторитетные люди. То есть вы доверяете этому? И дело в том, что это же небольшой элементик совсем, но небольшая скульптура, композиция была в сквере установлена. Ну, что здесь, какие обсуждения? Профсоюзная Карла Маркса. Да. И я предвижу вот такие обсуждения. Я сам, так сказать, часто возникаю и бываю противником. Но здесь я уверен, что если это вынести на обсуждение, то большинство будет примерно так звучать, что, а ещё в городе все проблемы решены, что вообще скульптуру ставить. Ну, неправильно. И ещё один вопрос. И я всегда сторонник был. Чем больше таких скульптур, тем лучше. Ещё один вопрос напоследок. Ну, не факт, конечно, но вполне возможно. Я имею в виду арендовать с Кировской областью лагерь Валушет. Лагерь имени Валони Дубинина, да. Съездили. Мы тоже общались на эту тему с одним из членов нашей делегации. Ну, подписали, да, но это как бы намерение ещё. Крым, собственно, должен пока ещё на своём уровне проработать регламент, с документами там определиться. В общем, успеем, не успеем, пока ещё неизвестно. Но вот спланируется взять этот лагерь в аренду до 1 октября. Сумма аренды около 5,5 миллионов рублей. И 180 одновременно сможет детей из Кирова принять этот лагерь на одну смену. Стоимость путёвки от 20 до 30 тысяч рублей. Благо, на наш взгляд? Мне кажется, что для детей делаться благо. Здесь, мне кажется, не надо торопиться для того, чтобы отчитаться. Капитально, тщательно подготовиться, чтобы детям было приятно отдохнуть, чтобы была польза. Я считаю, это было бы. И для бюджета, ну, не такие уж большие деньги. Ну, было бы неплохо, если бы областное правительство как-то софинансировало, да, делало более доступные поездки, отдыха. Да, и чтобы качественно очень было. Потому что, ну, для детей очень полезно съездить на море. И хотя бы там полмесяца, месяц побыть – это очень полезно для детей. Поэтому это благо. Благо. Завершается наша программа. Особое мнение, напомню, гость студии Николай Пихтина – общественник. Всего доброго. До свидания. Павел, спасибо.